Всем привет! Сегодня поговорим о дате потопа или потопов. Естественно, дата, которую я попробую вычислить, будет приблизительной, поскольку история была множество раз переписана. В этом ролике попробую привязать дату потопа с определенным известным событием или правителем. Перед просмотром хочу попросить вас проверить подписку, нажав на колокольчик, поскольку YouTube мог вас отписать. А также обязательно досмотрите это видео до конца. В конце будет важное объявление. Независимые исследователи называют разное число потопов и самые разные даты потопа. Кто-то говорит, что потоп был один, кто-то говорит, что потопов было два и более. Что касается дат, то называются самые разные даты и 17 век, и 18, и 19. Проблема в том, что у нас собрано очень мало фактов, по которым можно было бы понять, когда именно он был. Кроме того, скорее всего, очень сильно напутана хронология событий 16, 17, 18 и 19 веков. То, что хронология и даты напутаны, говорит о летоисчислении, которое за интересующий нас период времени успело измениться несколько раз. Это и датировки от сотворения мира в звездном храме, которые писались буквами. Потом был период, когда даты записывались без тысячи, например, 745 год. В Европе к подобным датам приписывали I или J. Затем к датам типа 745 добавилось тысяча лет. Мы можем сделать предположение, что после потопов история переписывалась или это исчисление каждый раз менялось. За примером далеко ходить не надо. Взять недавние примеры. 1917 и 1991 годы. История переписывалась каждый раз после переворотов и смены власти. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства. Президент России подписал указ о награждении Михаила Горбачева высшей российской наградой орденом Андрея Первозванного. Правда, в наши дни летоисчисления не стали переделывать. Ограничились введением или отменой новых праздников. Ну и Конституцию, естественно, написали новую. Мы можем предположить, что и тогда, после катастроф, в государстве происходили широкомасштабные изменения по написанию новых законов и указов, по переписыванию истории, смены летоисчисления и календаря. Вспомним, например, таких деятелей Русской Академии Наук Байера, Миллера и Шлецера. Предположим, что даты от сотворения мира в Звездном Храме – это летоисчисление до первого потопа. Даты вида 745 – это даты после первого потопа, а даты с 1000 вида 1745 – это даты после второго потопа. То есть, если опереться на летоисчисление, мы можем предположить, что потопов было два. Теперь попробуем установить количество катастроф по архитектуре. В истории есть огромный период времени, когда строили из известняка. Вспомним, например, руины Греции, Баальбека, да и Москва когда-то давно была белокаменная. То, что города были белокаменные, говорит вот этот белый кантик вокруг странных воронок. Если город был белокаменный, то взрывом его превратило в пыль. И эту пыль мы видим по периметру воронки. Затем по непонятным причинам во всем мире начинают строить из кирпича. А известняк используют только как декоративный элемент. Почему так произошло? На этом этапе нужно обратиться к геологии. То, что известняка под землей много, знают многие. Это говорит о том, что этот известняк когда-то давно образовался на дне моря, поскольку в нем встречаются ракушки. Сейчас этот известняк покрыт многометровым слоем глины и песка. Эти слои видны при бурении скважин на воду. Известняк сейчас находится на глубинах 20-100 метров, а выше находится глина. Раньше, судя по тому, что строили из известняка, этот строительный материал был на поверхности и был легко доступен. Потом что-то произошло, и этот известняк стал недоступен. Он стал покрыт многометровым слоем глины, и доставать известняк стало уже гораздо сложнее. Независимые исследователи выдвигали версии, что именно из-за катаклизма земля покрылась толстым слоем глины. Затем, когда на земле появилось очень много глины, а известняк оказался засыпан на большую глубину, стали строить из кирпича. Теперь давайте изучим старинные кирпичные здания. Они есть нескольких типов. По типу кирпича. Кирпич красный и кирпич рыжий или оранжевый. Об этом будет отдельное видео. По степени закопанности. Закопанный на полэтажа или на один этаж, что составляет полтора-три метра, и закопанный на шесть-семь метров и более. Есть и незакопанные старинные здания. Значит, они были построены после потопа. Мы можем сделать предположение, что те здания, которые засыпаны очень глубоко, пережили два потопа. Примерами таких зданий могут быть политех и английский монетный двор в Зарядье. Те здания, которые засыпаны на один этаж, по всей видимости, пережили один потоп. По датировкам, английский монетный двор – ровесник Ивана Грозного и был построен в пятнадцатом-шестнадцатом веках. Здание закопано со стороны дороги на метров шесть как минимум. Вход в здание осуществляется вниз, то есть и со стороны Зарядье здание закопано на полтора-два метра. Мы можем сделать предположение, что со времен Ивана Грозного до конца девятнадцатого века произошло два потопа, приведших к увеличению уровня Земли. Давайте разбираться дальше. Хорошие подсказки дал Геннадий Мудрый. Ссылку на его страницу в фейсбуке «Война, потоп, девятнадцатый век» я оставлю в описании под видео. В нашей истории есть два как бы не связанных между собой события. Это смена летоисчисления и календаря Петром Первым и перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург. Давайте разберем первое событие. Помимо того, что Петр украл у нас пять с половиной тысячи лет истории, он ввел юлианский календарь вместо григорианского. Разница в календарях составляет 14 дней. Память о старом календаре сохранилась в виде такого праздника, как Старый Новый год, который мы отмечаем с 13 на 14 января. Кстати, тот факт, что мы помним такой праздник, как Новый год, говорит о том, что Новый год в январе мы стали отмечать не во времена Петра Первого, а раньше. Если кто не в курсе, то наш исконный Новый год, а точнее новолетие, славяне всегда отмечали первого Белояра, что по-современному соответствует дате 22 марта. Этот праздник означал конец зимы и приход нового лета. Так вот, казалось бы, зачем понадобилось вводить новый календарь? А ответ очень простой. Новый календарь был введен для того, чтобы фактический календарь совпадал с солнечным циклом, то есть чтобы даты солнечного солнцестояния и равноденствия совпадали с фактическими. По всей видимости, после катастрофы изменилась прецессия Земли, скорость вращения, наклон Земли и другие параметры, из-за чего фактические даты сместились на 14 дней. То есть новый календарь нужен был, чтобы компенсировать эти 14 дней. Кроме того, вы, наверное, знаете, что циферблат во времена Ивана Грозного состоял из 17 делений. Если умножить 17 на 2, то получим 34 часа. Французский исследователь Мишель Сифор в 1972 году решил провести эксперимент. Он забрался в пещеру на полгода без часов, календаря и других предметов, по которым можно было бы определить текущее время и дату. Так вот, оказалось, что цикл естественной человеческой активности в условиях, когда он не видит часов и солнечного света, составляет 26 часов. Такие показатели были достигнуты через 5 недель. А затем, продолжив эксперимент, цикл сна и бодрствования стал вести себя непредсказуемо. Он стал прыгать от 26 часов до 40 и даже 50 часов. Кто знает, возможно, Земля раньше вращалась медленнее и сутки были длиннее. 26 часов или 34, как на старом циферблате Спасской башни. Из этого мы можем выдвинуть гипотезу, что планетарная катастрофа с последующим потопом случилась на рубеже двух столетий 17 и 18 века. Судя по последствиям, катастрофа была связана с падением на Землю тяжелого объекта, как уже не раз отмечали независимые исследователи, это мог быть естественный спутник Земли Фата или Леля. След от падения этого объекта находится между Южной Америкой и Антарктидой. Архипелаг островов, примыкающих к месту падения по случайному совпадению, называется Огненная Земля. Косвенное подтверждение даты потопа на рубеже 17-18 века – перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург. Перенос столицы – это серьезное и дорогостоящее мероприятие, которое не будут делать просто так, поскольку это долго и затратно. Это сопротивление элиты и чиновников, привыкших жить в Москве. Скорее всего, для переноса столицы была очень веская причина. Настолько веская, что все руководство страны и элита покинули обжитой город и переехали за 700 километров на север. Если посмотреть на гравюры и рисунки 18 века, то можно увидеть, что в Москве на зданиях стали расти деревья и кустарники. Это говорит о том, что и простые жители в большинстве своем покинули город, и просто некому взять лестницу и срубить или срезать деревья со зданий. Официально перенос столицы в Санкт-Петербург состоялся на рубеже 1711-1712 годов. Официальная причина была следующая. Страстью молодого царя были корабли, и сухопутная Москва не позволяла воплотиться его грандиозным планом по строительству и развитию флота. Петру нужна была резиденция на морском побережье. Однако не только резиденция, но и столица, чтобы гости из других стран могли приплывать к царю по морю, а не преодолевать опасную дорогу до Москвы. Но это не точно. Мы же можем предположить, что перенос столицы в Санкт-Петербург вынужденная мера, и связана она была с потопом, накрывшим Москву. Санкт-Петербург, прикрытый скалами Финляндии и Швеции, по всей видимости, от этой катастрофы пострадал меньше, что и послужило причиной переноса столицы именно в этот город. Кстати, тот факт, что перенесли столицу в 1711-1712 годах, а не раньше, говорит о том, что понадобилось чуть больше 10 лет для того, чтобы привести город в нормальное состояние, расчистить улицы, раскопать каналы, восстановить канализацию, водоснабжение и так далее. Еще один интересный факт про строительство Санкт-Петербурга, который разносит в клочья официальную версию, заключается в том, что огромный и красивый город, готовый к переносу столицы и переезду чиновников, был построен всего за 10 лет, а дорогу, соединяющую Санкт-Петербург с Москвой, начали строить спустя примерно 10 лет после начала строительства города. Как же построили такой огромный город без дороги? В наши дни в век мощной техники для строительства хотя бы дома в поселке сперва делают дорогу, а уж потом по этой дороге завозят строительные материалы. В Петербурге же все было наоборот. Сперва начали строить на болотах город, а уже потом построили городу дорогу. Причем доумадывали ее лишь несколько десятилетий спустя. Если рассмотреть события Петровской эпохи, а сам Петр Первый, по версии независимых исследователей, после поездки в Голландию был заменен на двойника. И, кстати, этот человек, который вернулся из Голландии, убил своего сына, а жену сослал в монастырь. То есть страной, по всей видимости, долительное время управлял иностранец. И в период правления этого деятеля мы можем увидеть целую серию интересных событий. В Русской академии наук в Петербурге надолго обосновались иностранцы. Еще раз вспомним про смену циферблата, смену летоисчисления, смену календаря, уничтожение архивов, внедрение алкоголя и сигарет, чтобы мы деградировали, внедрение картофеля, пшеницы, чая, кофе, чтобы мы все забыли, запрет на выращивание репы и амаранта, запрет на выращивание и продажу иван-чая. Как вы думаете, что это было? Все эти события косвенно указывают на катастрофу на рубеже 17-18 века. И этой катастрофой умело воспользовались наши западные партнеры. На этом все. Если вам нравится канал и вы хотите поддержать автора, напишите позитивный комментарий, а лучше несколько. Это мотивирует меня делать новые видео. В последнее время пишут очень много негативных комментариев, что иногда хочется закрыть канал. Я не знаю, кто эти люди, боты или неадекватные люди, кто бы они ни были. Я уверен, что среди зрителей моего канала есть здравомыслящие и интересующиеся люди, которым интересны исследования нашего прошлого. С удовольствием буду читать ваши комментарии и отвечать на них. Дайте понять в комментариях, что мои исследования вам интересны. И постарайтесь сделать так, чтобы позитивных комментариев было больше, чем негативных. Чтобы я продолжал исследование. Оцените видео по достоинству и поделитесь видео с друзьями. До новых встреч, пока!